В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Каким будет логотип тысячелетнего Бреста? Профессионалы и любители отслеживают все поданные заявки. Четверть века на Ниве служения детям. Средняя школа номер 31 отпраздновала круглую дату. «Онкология – это не приговор. Откровенный разговор с врачами Брестского онкологического диспансера в канун Всемирного дня борьбы с раком». Об этом и не только прямо сейчас. Чуть меньше двух лет осталось до даты, к которой в областном центре готовятся особенно. В 2019 Брест встретит тысячелетие. В своих материалах мы не раз рассказывали о многочисленных объектах, которые уже совсем скоро в рамках программы, подписанной президентом, появятся в городе Надбугом. Однако открытым пока еще остается один вопрос. Что ляжет в основу логотипа, который будет символизировать год тысячелетия? В эти дни на сайте городского исполнительного комитета идет активное голосование. О том, есть ли сегодня наиболее популярные варианты, что вкладывают в концепцию символики члены жюри и каким видят логотип сами брещане. Ответы на эти и другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Брест – областной центр западной ворота страны. Именно здесь проходит условная черта между Западом и Востоком. Именно здесь, на границе современных Польши, Украины, Беларуси, когда-то тысячи лет назад было суждено появиться сначала местечку, а уже после – городу с большой историей и вековыми традициями. Так сложилось, что в разные времена Брест входил в состав нескольких государств. Наверное, именно это определило современный облик города, менталитет его жителей, образ культуры и мышления. Впитав все самое лучшее, областной центр продолжает жить, меняясь, совершенствуясь, развиваясь. Объединить все это – большое историко-культурное наследие – призван логотип, который украсит сувенирную продукцию и баннеры в год тысячелетия. Конкурс на лучший логотип начался в октябре прошлого года, о чем было принято решение Брестского городского исполнительного комитета. На лучший логотип и лучший слоган, посвященный нашему древнему городу. Значит, логотип и слоган планируется размещать при подготовке печатных изданий, рекламной продукции, при оформлении праздничных мероприятий, посвященных юбилею нашего города. На данный момент в конкурсе участвует более двух десятков работ. Однако не все участники отбора подошли основательно и рационально к заданию, говорят члены жюри. По мнению экспертов, подготовка логотипа – это довольно большой объем работы. Символика должна читаться не только на бумаге. Важно, чтобы ее можно было разместить и на кружках, и на блокнотах, и на баннерах. Во-первых, должен быть узнаваемый логотип. То есть, глядя на логотип, любой человек, любой гость, любой житель, он должен четко сказать, что это логотип к тысячелетию, и что тысячелетие именно Бреста. Это не должен быть какой-то город мирового формата, это не должен быть какой-то объект, который к Бресту не относится. Потом, это должен быть красочный. Он должен решаться и в черно-белом, и в цветном варианте. Это должен быть логотип, который можно немножко трансформировать, он должен немножко меняться. Может, даже их должно быть несколько разработано на горизонтальный вариант, на квадратный вариант, на круглый вариант. Свою символику Брест выбирает не в первый раз. Об этом нам рассказали в областном краеведческом музее. Сегодня в учреждении хранится уникальный экземпляр газеты «Заря» за 1989 год, где журналист рассказывал о конкурсе, правда, на герб города над Бугом. Стоял вопрос о создании такого герба, который бы мог перенять прошлое, то есть иметь какую-то наследственность, но уже современному городу. К слову, тогда экспертная комиссия так и не дала окончательного заключения, чего, по мнению историков, не должно произойти сейчас. За практически тысячелетнюю историю город и его жители сделали немало для того, чтобы современный Брест был городом, устремленным в будущее. По мнению ученых, в логотипе должен отразиться исторический путь города, однако он не должен исключать современный контекст. Во-первых, это, конечно, должна быть переемственность традиции, но современные, конечно, тенденции в мире требуют чего-то нового, чего-то легкого, быстрого, понятного. И, к моему мнению, символика должна быть легкой, простой, понятной человеку и, конечно же, узнаваемой. О том, каким будет логотип города, уже задумались и Брещане. Их мнение мы спросили на улицах города. Мне кажется, он должен быть современным и ярким, чтобы выразить нашу природу, что у нас очень красивый город, показать. Он не должен много места занимать, но при этом должен подчеркивать, в принципе, всю историю города, правильно? А Брестская крепость – это всего лишь 19 век, постройка 19 века, а война 20-го, поэтому получается, что пусть они 200 лет отразили в историю. Ну, я бы, наверное, вокзал взяла бы. Показать, что он у нас зеленый, что он у нас чистый, что он у нас красивый, уютный. Лучше города нет в Белоруссии, нигде. Я много проехала по всей Белоруссии, и я хочу сказать, есть большие города, но наш город самый чистый. Каким будет логотип Бреста тысячелетнего, мы узнаем совсем скоро. Первый этап отбора завершится 17 февраля. Свой голос за понравившуюся разработку любой желающий может оставить на сайте городского исполнительного комитета, пройдя по специальной ссылке. Итоги народного голосования будут учтены во время принятия решения экспертным советом. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях и мероприятиях. Четверть века отметила в конце января 31-я Брестская средняя школа. За этот период учреждения прошло серьезный путь становления, и сегодня с уверенностью смотрит в будущее. О секретах профессионального успеха, гордости и планах на будущее нашей съемочной группе рассказали представители руководства заведения, педагоги и ученики. Подробности в материале Анастасии Стропко. 25 лет. Именно столько в областном центре Брещена функционирует 31-я средняя школа. Праздничное мероприятие в честь юбилея прошло в конце января. Гости, в числе которых представители городской вертикали власти, военизированных структур, выпускники, а также ветераны, желали школе развития и процветания. Четверть века, прекрасный возраст. Позади непростой и очень ответственный период становления. Впереди большие перспективы и огромное поле для деятельности. Что хочется вам пожелать в этот юбилей сегодня? Ну, конечно, дальнейших успехов в осуществлении всех ваших планов и надежд. Хочется пожелать вам новых юбилейных дат при полном благополучии. Хочется пожелать вам всем крепкого здоровья, мира, добра, всего того, что делает и учителей, и учащихся. Ну, счастливыми, наверное, и успешными по этой жизни. В настоящее время в 31-й школе учится 740 человек. Мальчики и девочки постигают в стенах учреждения образования не только математику или историю с географией. Большое внимание здесь уделяют физическому, творческому и гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Как пример, созданные несколько лет назад кадетские классы пограничной направленности. Мне нравится в нашей школе учиться в 31-й. Уже вот сегодня юбилей, 25 лет все-таки. Недавно открылся пограничный класс. В нем пограничники нам рассказывают очень многое и учат. А почему ты решил пойти в пограничный класс? Мне нравится работа пограничников, так как они охраняют границу, не дают нарушителям пробраться. Мне очень нравится. У нас очень дружный коллектив. Мы участвуем в разных конкурсах, соревнованиях. И это делает веселее учебу в школе. Важная составляющая успешной деятельности – сплоченный и профессиональный коллектив. И с этим у школы проблем нет. Немалая часть педагогов трудится здесь с самого первого дня. Есть и те, кто пришел недавно. Однако разница в возрасте и стажей работы не становится препятствием. Скорее наоборот. Всегда есть чему друг у друга поучиться. К слову, старожилы учебного заведения отмечают – за 25 лет школа без преувеличения претерпела существенные изменения. Сегодня это современное, красивое заведение. У нее богатая история за 25 лет. Наша гордость – это наши ученики. Поменялись и ученики, они стали совершенно другими. Они стали креативными, как и сегодня стал, собственно говоря, учитель. Школа поменялась в плане учителя, наверное. Ну и я уж не говорю о том, что она поменялась материальная база. Она стала богатой, она стала основательной. День рождения, особенно юбилейный, не просто праздник. Вернее, не только праздник, но и самый подходящий момент для того, чтобы подвести своеобразную черту. Оценить свои силы и возможности, найти точки опоры и обязательно начать строить планы на будущее. Так считает и коллектив 31-й Брестской школы. И занимается этим вопросом всерьез, чтобы точно знать, к чему стремиться. Как минимум еще одну четверть века. Юбилей – это не просто праздник, это и обязанность. Мы уже сейчас строим планы на будущее. Решаем, что нам нужно сделать, как нужно построить жизнь учреждения, чтобы каждый ребенок нашел уют и тепло в стенах нашей школы, чтобы каждый получил те знания, о которых он мечтает, чтобы каждый наш ученик определился в жизни и нашел свою дорогу. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. В городе над Бугом состоялся районный этап республиканского конкурса «Учитель года-2017». В мероприятии приняли участие преподаватели дошкольного и среднего образования Ленинского района города Бреста. Лучшие представители профессии по итогам отборочного тура показывали свои творческие и интеллектуальные способности. Специалисты образования подготовились серьезно, ведь победа на городском уровне позволит выйти в финал и в дальнейшем показать профессиональное мастерство на конкурсе республиканского образца. София Бережная с подробностями. Чтобы оказаться в финале районного конкурса, эти наставники проделали большую работу. Среди представителей профессии не случайно именно на них была возложена ответственность защищать гордое звание учитель, с чем они успешно справились. Новаторы по характеру творческие и одаренные. Именно так можно описать участников ежегодного конкурса. Учитель английского языка и истории, преподаватель начальных классов, воспитатель детского сада. Все эти педагоги показывали себя, а оценивали таланты и способности строгие, но справедливые судьи. Меня, как человека образования, этот уровень удовлетворяет. Это педагоги, отдающие, может быть, главное, душу свою детям. Они об этом искренне говорили. Каждый год мы выявляем талантливых учителей, которые передают свои знания ученикам, которые наиболее любимы своими учениками, которые являются новаторами. У каждого из педагогов-участников конкурса разный стаж, разный педагогический опыт и методы работы. Но все они, без сомнения, полностью отдаются профессии, серьезно и ответственно подходят к воспитанию детей. Это они доказали в ходе мероприятия. В творческих испытаниях наставники продемонстрировали множество навыков и способностей. Сама презентация помогла лучше узнать о людях непростой профессии. Конкурс ораторского мастерства и решения педагогических задач определил достойнейшего. Лучшим педагогом стала учитель начальных классов средней школы номер 17. Женщина, которая отдала любимому делу 20 лет. Каждого ребенка воспринимаю как своего ребенка. Это помогает мне работать, помогает мне добиваться результатов. Я думаю, что это главное. Почти два десятилетия в Ленинском районе города Бреста выбирают лучшего наставника. За много лет проведение конкурса дал возможность огромному количеству педагогов раскрыть свой потенциал. А главное, доказать, что учитель – это не только тот человек, который отлично знает свое дело. Это еще и творческий, и многогранный человек. София Бережная, Дорбокунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор на актуальные темы. Как показывает неутешительная статистика, заболеваемость онкологии в мире стремительно растет. Каждый год число выявленных случаев увеличивается. Смертность при этом не уменьшается. Всемирный день борьбы против самострашного заболевания человечества проводят каждый год 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкозаболеваниями. Накануне съемочная группа нашего телеканала встретилась со специалистами Брежского областного онкологического диспансера, чтобы узнать об актуальности данной проблемы на Брещене. Виктория Сайченко продолжит тему. Этот страшный недуг может нагрянуть в самый неожиданный момент, и даже факт здорового образа жизни не помеха. Именно такая ситуация случилась с героиней нашего сюжета Валентиной Шацкой из Дрогичина. Эта по-настоящему решительная и сильная женщина нашла в себе смелость поделиться своей историей. Полгода назад у Валентины диагностировали рак молочной железы первой степени. Казалось бы, из-за диагноза поведение женщины могло стать депрессивным и унылым, но отнюдь. Особого шока и боязни, рассказывает Валентина, у нее не возникло. Даже такие, пусть и жестокие, повороты судьбы нужно встречать во всеоружии, храбро и с улыбкой. Если честно, для меня не было шоком, потому что сейчас это настолько по телевизору говорят об этом, в прессе читаем, в интернете много статей, поэтому не надо бояться, не надо, чтобы это было шоком, каким-то стрессом, не надо плакать, рыдать. Зачем? Надо быстро бежать к врачу. Там все сделают, помогут. И будет все хорошо. В ходе лечения Валентина прошла не один курс химиотерапии. Три до операции, четыре еще впереди. Но и это ее ничуть не смущает. Бояться процедур, как и в целом болезни, бессмысленно. Убеждение героини нашего сюжета. Главное знать врага в лицо, а это поможет спасти жизнь. Общаясь с этой женщиной, желание поплакать, посочувствовать не возникает. Быть может, благодаря ее крайне оптимистичному настрою, который, по всей видимости, это и только с виду обычной женщине был присущ всегда. Это не приговор. На ранней стадии все, оказывается, можно вылечить, излечить. Поэтому я, например, надеюсь на лучшее. Ничего не боюсь. Не боюсь ни процедур, которые со мной проводят. Поэтому, женщины, будьте внимательны к своему здоровью и не бойтесь обращаться к врачам. Чем раньше вы придете, тем будет лучше для вас. Всем известный слоган Всемирной организации здравоохранения. Раннее выявление рака спасает жизнь справедлив. В конце лозунга лишь восклицательные знаки. Заблаговременная диагностика – залог успешного лечения и качества жизни после терапии. Об этом нужно знать. Об этом необходимо говорить. Чем раньше пациент обращается к врачам-онкологам, тем больше у него шансов быть здоровым. Конечно же, своевременное обращение к доктору и раннее выявление играют огромную роль. Так не бывает в нашей жизни. Чтобы сегодня человек был абсолютно здоров, а завтра проснулся и имеет уже слокачественную опухоль. Естественно, все онкологические заболевания имеют свои определенные стадии развития. Им предшествуют предопухолевые заболевания. И, конечно, идеальный вариант – это выявление заболевания на стадии предопухолевого или на ранней стадии заболевания. В Белоруссии, в частности в Брестском регионе, заболеваемость злокачественными новообразованиями за последние годы снизилась. Под особым контролем люди, перешагнувшие рубеж 60 лет, ведущие неправильный образ жизни. Именно они в зоне риска. Среди мужского населения Брестской области наиболее часто регистрируют рак легкого и предстательной железы. У женщин после рака кожи высокую долю в структуре занимают злокачественные новообразования молочной железы. Ежегодно каждый житель должен проходить флюорографическое обследование, сдавать общеклинические анализы. Женщины должны посещать гинеколога. После 50 лет женщины должны раз в два года проходить маммографическое исследование. Мужчины после 45 лет должны сдавать анализ крови на простатспецифический антиген, который позволяет выявить рак перестательной железы на ранних стадиях. Сегодня на учете в Брестском областном онкодиспансере состоит свыше 36 тысяч пациентов. За 2016 год в регионе было диагностировано более 6 тысяч новых случаев рака. Соответственно, нагрузка на медицинское учреждение немалая. Однако врачей такой расклад событий не пугает. Диспансер сегодня – это учреждение наивысочайших технологий и современных методик. Благодаря новейшему диагностическому оборудованию обеспечивается уровень максимального качества оказания медицинской помощи. Немаловажен и человеческий фактор. В онкологической службе работают профессионалы самого высокого класса. Все вышеназванное дает свои плоды. На Брещине снизилась смертность от онкологических заболеваний. А это пусть и небольшой, но уже успех. Виктория Саченко, Андрей Щерб, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с тем, что купленный товар оказался некачественным. Истек срок годности, внешний вид оставляет желать лучшего, а иногда и сам продукт не отвечает заданным производителям стандартом. И как быть? Одно дело, когда потраченная сумма не бьет по кошельку, в этом случае многие попросту оставляют все так, как есть, чтобы не создавать самим себе проблем. И совсем другое, когда покупка была долгожданной. Деньги на нее откладывались месяцами, а в итоге одни разочарования. Так что же делать? Как апеллировать своими правами? Кто может помочь наказать злостного мошенника? Наша съемочная группа провела свое собственное расследование. Это сегодня Галина Степановна довольно спокойно рассказывает о своей непростой истории. Еще несколько недель назад женщине казалось, что точка в ее деле не будет поставлена никогда. Брещенко занималась ремонтом в своей квартире. Казалось бы, обычное дело. Чтобы немного разбавить привычный интерьер, женщина решила одну из стен кухни поклеить фотообоями. Как оказалось, с этого длинная история только началась. Рисунок был некачественно растянут. Из-за этого планируемая композиция приобрела совершенно иной вид. Претензию Галины Степановны фирма-производитель не приняла. Да, дело тянулось очень долго. Мы прошли инстанции и судебные заседания первой инстанции. И потом областная коллегия нас судила. И назначалась экспертиза. Производитель дошел до Верховного суда. И на всех этих инстанциях ему было отказано. История с Галиной Степановной для областного общественного объединения защиты прав потребителей не единична. Однако чаще всего в такие неприятные ситуации граждане попадают по вине собственной законодательной неграмотности. Не увидел, не дочитал, подписал сам себе приговор, говорят юристы. Мы, как добросовестные покупатели, идем покупать ту или иную вещь. И просто при покупке той или иной вещи нам не сообщают, либо не сообщают, не доводят полную информацию нам о товаре, о том, который мы хотим приобрести. Потому что продавцы заинтересованы в чем? Продать товар, а покупатель, он же не понимает, что, допустим, покупает ту или иную вещь. Много есть причин, которые нужно до покупки исследовать, то есть информацию получить. Он задает те или иные вопросы продавцу. Продавец говорит, да, этот товар подходит, все, а в последующем приезжает домой, когда начинает читать инструкцию эксплуатации, выясняется, что данный товар ему совершенно не подходит. Решить проблему Галины Степановны удалось еще и потому, что производитель все же реальный, и его торговые точки имеют юридический адрес. Другое дело, когда покупка была совершена через интернет-магазин, что сегодня популярно особенно. Это хороший способ сэкономить время, найти что-то такое, чего не найдешь на прилавках традиционных магазинов, да и цена бывает на порядок ниже. Однако нередко за маской добродушных продавцов скрываются желающие поживиться чужим бюджетом. Создав красочный сайт, снабдив его яркой графикой и заманчивым слоганом «Грандиозные скидки», мошенник может дождаться своей доверчивой жертвы. Бывает, что люди, виновные, совершившие, находятся вообще где-то за пределами Республики Беларусь, в других странах, даже где-то и в Америке, и в Европе, потому что трудно отследить, и трудно привлечь данных уже лиц к ответственности. Но поэтому тоже мы призываем людей быть немножко всегда данными электронными деньгами осторожнее, перепроверять, потому что были моменты, когда уже перечисляли неизвестно кому, и как потом получилось, что это лицо не существует, или это же существует за пределами Республики Беларусь. Получается, люди заказывают в интернет-магазине ту или иную тоже дорогостоящую вещь. Последнее дело сейчас в суде находится у нас исковое по телевизору. Человек заказал телевизор, в итоге он поступил, привез какой-то курьер непонятно кто, проверить его, естественно, на улице ему передали данный телевизор, проверить его нельзя было, привез домой, достал нерабочий. Начал связываться с всем продавцом, продавец не берет труб, скрывается. Сейчас мы через милицию пробуем найти данного продавца уже, данных интернет-магазинов, в кавычках. Поэтому будьте очень внимательны, граждане Бреста и Брестской области, что заказывая ту или иную вещь через интернет-магазин, вы можете оказаться в ловушке. Добраться до истины и доказать. Сегодня это в большинстве ситуаций реально. Если производитель или поставщик действительно нарушил договорные обязательства. Просто не забывая об обязанностях, покупатель должен знать свои права, уметь защитить их. В этом теперь уверена и Галина Степановна. Надо обращаться в Общество защиты прав потребителей за поддержкой. Мы не знаем многих законов, мы не знаем, как себя правильно вести в магазине. Нас красиво как-то так нас могут обвести и поставить нас в положение, что мы виновны. Хотя это далеко не всегда на самом деле так. Поэтому консультации все здесь совершенно бесплатно в Общество защиты. Но это очень сильная моральная поддержка, юридическая помощь. И как бы так, руки не надо опускать, надо бороться. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бухтовая». Повышение уровня культуры безопасности населения среди приоритетных задач брестских спасателей. Как показывает практика, в этом деле все методы хороши, особенно если речь идет о так называемых проблемных гражданах. К ним относятся люди, злоупотребляющие вредными привычками, ведущие о социальный образ жизни. Достучаться до них в большинстве случаев бывает непросто. В гости к таким гражданам с беседами воспитательного характера и предупреждениями об ответственности регулярно наведывается рейдовая группа, в составе которой как огнеборцы, так и представители правоохранительных органов. В один из таких рейдов к нарушителям порядка отправилась наша съемочная группа. София Бережная продолжит тему. К сожалению, не все герои наших сюжетов положительны, но говорить о них нужно, хотя бы потому, что каждый из примеров наглядный, отражающий действительность с несколько иной ее стороны, отрицательный. Аморальное поведение, распущенность и это далеко не полный список нелицеприятных эпитетов, которыми можно описать ежедневный образ жизни Василия Петровича. Брещанин запустил домашнее хозяйство, в квартире нет ни воды, ни электричества. Оголенные провода и розетки, кругом бутылки и мусор. Об антисанитарии говорить не приходится, картина перед глазами. Злоупотребляющий пенсионер не раз попадал в ловушку злой привычки. Около года назад по вине мужчины в его квартире произошел пожар, повлекший за собой опасность, видя возгорание всего этажа и, соответственно, риска для жизни соседей. Чрезвычайная ситуация потребовала эвакуации жильцов из дома. Благодаря спасателям пожар был остановлен. Последствия вызваны алкогольной передозировкой. Брещанин сегодня вспоминает, не хотя признавать вину едва ли соглашается, да и помнит не все. Вопрос в чем? Выводы сделали для себя, что может быть лучше злоупотреблять? Как меньше потреблять? Я и так, как обычно, что я много на то потребляю, я вот ремонт, все за свой счет. Хожу, что сейчас собираю, что делаю. Восстанавливаете? Восстанавливаю, потому что, ну, ни окон, ни дверей, я тоже все сам делаю. Все сам, никто, даже никто не поможет. Пенсионер вряд ли ожидал, что оказавшись с такой проблемой один на один, последствия глупости ликвидировать придется самому. Но даже и этот урок не стал поучительным. Пословица на ошибках учится однозначно не про этого гражданина. Было два загорания по одному и тому же адресу с перерывом в несколько месяцев. И все по одной и той же причине. Неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного обвинения. Такой же факт мы имеем на улице, на Патистанском проспекте, где было в 2015 году загорание. И в 2016 году опять же загорание, тоже по причине неосторожного обращения с огнем, прикурения, состояния алкогольного обвинения. К сожалению, есть такие факты. Мы их видим, мы совместно с органами внутренних дел, с органами власти проводим соответствующие мероприятия, проводим рейды, разъяснительную работу. К сожалению, даже разъяснительную работу иногда проводить нет возможности. Дома такие граждане бывают не всегда. В гости к Брещанке Али Силко сотрудник милиции наведывается регулярно. Однако не всегда удается застать женщину. Брещанка не работает, у нее свое любимое занятие – выпивать. Своим поведением жительница создает дискомфорт для соседей. Без конца ходят эти пьяницы к ней, без конца звонят. А потому что в последнее время она, наверное, чипы всем пораздавала. Вы видите, что квартира не закрыта была? Не, она вообще не закрывается никогда. Как сломался замок, вот этот так и не закрывается. И как давно такая ситуация? Ой, да все время. Сколько она тут живет? А сколько она тут живет? Я даже не скажу вам точно. Около 10 лет, наверное. По статистике, 50% пожаров возникают по причине алкогольного опьянения людей. И хотя в городе Бресте наблюдается тенденция снижения случаев, для сравнения в 2015-м наблюдалось 65% ЧС по вине нетрезвых граждан, а в 2016-м показатель 50%. Но и эти цифры не обнадеживают бороться с проблемой необходимо на таком же серьезном уровне. Что касается алкоголя, ну традиционно он доступен и традиционно приветствуется его употребление. Поэтому достаточно много состоит на профучете несовершеннолетних, по области порядка больше двух тысяч. На учете в ОВД администрации Московского района с систематическим употреблением спиртных напитков стоит 351 человек. В отношении этих лиц профилактическую работу проводят участковые инспекторы милиции. Если человек не справляется, мы инициируем перед судом Московского района города Бреста направление лечебно-трудовой профилактории. Всего на территории Московского района на наркологическом учете стоит более 3000 человек. Что касается исправления, то можно сказать, что не более 10% после возвращения из лечебно-трудовой профилактории становится на путь исправления. Не единичный случай систематического привлечения проблемных граждан к административной ответственности. Однако и такие меры для самих людей не являются поводом задуматься о том, что следует поменять в своей жизни. Не перестают бороться с проблемой спасатели и сотрудники милиции. Результат совместных усилий есть, а значит работа в этом направлении будет продолжаться. Это уже образ жизни. Образ жизни и ничем его уже не поменять. Это отдельные лица, с которыми отдельные лица. А в основном люди, понимающие, и второго раза уже не допускают. София Бережная, Адуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании БУК-ТВ.БАЙ, а также на нашем канале в Ютуб. Напоминаем, БУК-ТВ вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения зала, включив 111 канал. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Пятого февраля погоду будет формировать в основном область повышенного атмосферного давления. Утром и днем скажется влияние атмосферного фронта. Воскресный день в Бресте будет отмечен сплошной облачностью и снегом. Будет отмечаться слабый гололед на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью – минус 3, минус 5, максимальная днем – 4 градуса мороза. В понедельник, 6 февраля, в стране похолодает. Беларусь будет находиться на периферии холодного антициклона с центром над Карелией. А в Бресте еще сохранится влияние фронтального раздела. День будет пасмурным, снежным. Синоптики прогнозируют метель и порывистый восточный ветер. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в течение суток составит 3,5 градуса мороза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова